Моя милая Машенька, Надеюсь скоро вы все о нас услышите и новости будут приятные. Не забывай извещать меня о себе, о ребятах, о маме. Я тоже пишу аккуратно. Еще раз хочу предупредить, если задержка с письмами от меня будет, не переживай, это зависит от почты, от дорог. А у нас здесь вечно вдоль по улице метелица метет. Вот и сейчас ни тропинок, ни дорог. И так будет весь март и апрель. И только в мае появятся настоящие признаки весны. Вот так меня бросает жизнь. От азиатских степей 65-градусной жары до северных снегов 40-градусных морозов. Но я не жалуюсь. Жизнь будет богаче. А что я здесь своими глазами вижу, то есть книг и статьи никак не почерпнешь. Да и сам я в некоторых чертах становлюсь лучше. Хотя основа характера остается бабушкинская. Здесь, Маша, большая школа жизни. Здесь столько характеров, типов, событий, что в мирной жизни и за пятилетие не увидишь. Вот маленький штришок прифронтового остроумия. И чего ты, Василий, разболелся, как будто тебе второй фронт открывать? Одно хочу сказать. Наш солдат лучший в мире. Самый выносливый. Самый исполнительный. Самый мужественный. Вот штрих. Впереди мина она мешает пройти. Один встает с окровавленным лицом. Он ранен. Подходит во весь рост, под огнем противника и ударяет по мини рукой. Он взлетает на воздух, а его боевые товарищи прорываются вперед и бьют десятки немцев. Ни в одном письме не расскажешь о героических подвигах наших воинов. Приеду, тогда много интересного тебе расскажу. А до встречи недалеко. Скоро увидимся. У меня такое предчувствие. Я в прошлом письме даже месяц назвал июнь. Может быть позже, но в настоящем 1944 году, это бесспорно, я смогу расцеловать тебя, моя милая. Я так по тебе соскучился. Пиши. Пиши, дорогая. Мне так многое хочется узнать о вас, о родных, о знакомых. Итак, ты видела и слышала салюты. Что ж, скоро и нам будут солитовать. Москва, тогда вспомни меня теплым словом. А пока, моя милая Машенька, привыкай к новым условиям, пусть пока еще в беспокойной жизни. Обнимаю и целую тебя, курносая моя, наших орлят и маму. Живите хорошо, дорогие. Скоро я возвращусь к вам. Коля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok